Продолжение следует... Ряд репортажей, наверное, по этим результатам, но с учетом тех решений, которые были приняты, давайте договоримся сейчас, кто что делает, чтобы оперативно их реализовать. Значит, первое. Что касается поддержки и реабилитации участников СВО, я доложил президенту о всех наших программах, в том числе о тех изменениях, которые касаются конкретной выплаты по контрактникам. На сегодняшний день у нас выплата по контрактникам составляет в среднем 1 миллион рублей. Зафиксировали это и, соответственно, действуем дальше. Кроме того, касаемо поддержки революционного центра, второй в очереди, значит, доложил, президент оценил, так сказать, важность этого вопроса. Поэтому с Минтрудом, тогда Светлана Сергеевна, вместе, да, отработать, значит, с Минтрудом социальной защиты я созвонился в этот же день, значит, подать документы, все как необходимо, чтобы вступить в программу. Зону вашей ответственности, значит, отработайте. Второе, по поддержке льготных авиаперевозок. 1 на 1 миллиард у нас выделен, значит, на билеты льготные. Но, коллеги, я вот периодически захожу в систему разных авиакомпаний, вижу, что не всегда там есть авиабилеты на текущие даты. Понятно, что это нужно делать предварительно. Поэтому Ральбинову поручение следить за этим, и самое главное, чтобы субсидии были бесперебойные, поднимать вовремя, значит, вопрос, если мы видим, что они заканчиваются. Для того, чтобы совместно с правительством Российской Федерации отработать дополнительное финансирование по этому вопросу. Ваша личная ответственность тоже. Значит, по морским перевозкам, также президент поддержал предложенные меры по организации бесперебойной перевозки грузов. И здесь то же самое важно. Первое, у нас решение по выделению 1,4 миллиарда рублей уже принято. Сегодня должны были эти средства доведены до перевозчиков. Значит, 19-го числа вы мне докладываете о том, что средства доведены. Если не доведены, то также докладываете для того, чтобы мы отрабатывали с Минтрансом причину недоведения. Также контролируете вопрос, связанный с финансированием на предмет их беспребойности. Ну, слышали тоже наверняка о том, что президент в том числе и поддержал по паромам. Два парома у нас, 28-29 год. Поэтому тоже контролируем этот вопрос. Следующее. По онкоцентру. Коллеги, я приезжал в онкоцентр, мы проводили совещание, и врачи сказали о том, что 19-го августа мы готовы полностью перейти на обслуживание в полном объеме. Значит, Дмитрий Сергеевич, доложите готовность. Добрый день, Алексей Сергеевич. В понедельник, 19 сентября, готовность к открытию круглосуточного стационара в полном объеме. Сейчас идет сбор списка пациентов, которые будут в понедельник госпитализироваться. Составлены графики работы медицинских сотрудников, врачей, среднего медицинского персонала. И идет слаживание работы в коллективе. Поэтому 19 сентября начинает работать круглосуточный стационар. Хорошо, у меня доклад раз в неделю. И хотел в том числе обратить ваше внимание на то, что Евгений Алексеевич, вместе с Еленой Ивановой Дятловой, что касается транспорта к онкоцентру. Когда был в онкоцентре, общался с пациентом, они говорят о том, что есть сейчас проблемы, связанные с доступностью транспорта. Ну, есть какие-то сбои в том или ином маршруте. Разберитесь. Просто понятно, что люди приезжают с других районов, с других муниципалитетов, так, чтобы это было одинаково доступно и удобно и комфортно. Хорошо. Доложите тоже. Хотите сейчас прокомментировать? Я готова прокомментировать. Нами проведена уже работа с межмуниципальными перевозчиками. И, пользуясь сегодняшним моментом оперативного совещания, хочу довести до граждан региона о том, что на межмуниципальных маршрутах, следующих с автовокзала в городе Калининграды, в любом направлении через кардиоцентр и онкоцентр, они имеют право приобрести билет и доехать. Остановки по требованию там предусмотрены. Более того, все межмуниципальные перевозчики, которые осуществляют движение через онкоцентр, останавливаются. И точно так же можно в любом направлении как приехать и выйти на эти автовокзала, так и осуществить обратную поездку уже в города на территории Калининградской области. И 33 маршрут, который запущен из Калининграда до онкоцентра, он также функционирует. Расписание можно ознакомиться на сайте Калининград Гортранс. Звучит хорошо. Я прошу довести это, чтобы так же работало. Хорошо? Спасибо. Что касается новых поликлиник, у нас было обращение на президента по двум новым поликлиникам в Калининграде. Отдельно готовил письмо. Президент наложил визу. Прошу поддержать правительство. Поэтому так же прошу министерства здравоохранения отработать полностью. Финансирование, сроки. Там у нас, по-моему, тоже типовые проекты, поэтому чтобы это не было у нас затянуто. По новым школам. Также достигнута договоренность о строительстве двух новых школ. Это касается как раз наших быстрорастущих районов. Поэтому Светлана Сергеевна тоже вопрос под контроль вместе с Министерством образования. Дорожную карту по реализации этих объектов. У нас там, по-моему, на два сочетания двух с половиной лет. Хорошо. По твердым бытовым отходам. Коллеги, ситуацию все знаете. Я в постоянном контакте с активистами, с жителями в Советске. Но в целом, это не только проблема Советска, а вообще в целом вопрос, связанный с экологией в Калининграде и в Калининградской области. Поэтому подготовил также обращение на президента в отношении модернизации полигонов и вообще подхода к организации работы с твердыми бытовыми отходами в регионе. Я прошу тогда, Александр Семенович, с учетом поддержки президента, моего письма в отношении выделения средств на полигоны и рекультивацию, в том числе тех полигонов, которые у нас старые, также Министерством экологии отработать природных ресурсов. С Козловым Александром Александровичем я уже созвонился. Он поручение необходимое дал, поэтому на следующей неделе тогда жду от вас доклад по тому, как будем реализовать эту программу. Кроме того, он планирует сюда свой приезд. Как раз мы закрепим все договоренности, которые у нас будут достигнуты в рамках вашей работы с ним. Да, есть вопросы какие-то, нет? Всем все понятно? Спасибо. Так, поехали дальше. Значит, у нас сегодня в повестке рассмотрения вопросы, связанные в том числе с обращениями граждан. Значит, коллеги, я еще раз хочу обратить ваше внимание и главы муниципалитетов. Мы презентацию там подготовили. Я постоянно общаюсь с жителями, когда приезжаю в муниципалитеты, часто нарываясь на то, что ответы формальные. Мы сделали статистику, мы с вами провели необходимые мероприятия, связанные с семинарами. Вместе с вами пообщались, каким образом мы будем двигаться, значит, по качеству ответов. Но пока слабая динамика. Коллеги, вот взял на контроль еженедельный, у меня на столе еженедельный отчет по каждому муниципалитету, по всем обращениям граждан, которые сегодня поступают в мой адрес, либо в ваш адрес. Сегодня вы видите первую раскладку, значит, в том числе по рейтингу обращений к главу муниципалитетов. Поэтому я прошу обязательно взять это на личный контроль раз в неделю, пока мы не наладим эту работу, мы будем с вами ее доводить до совершенства. Дальше. Что касается подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, тоже сегодня обсудим. У нас не за горами, значит, отопительный сезон. Прошу держать вопрос на контроле. И подготовка у нас к новому учебному году. Поэтому давайте начнем с учебного года. Первый вопрос об устранении замечаний Управления Роспотребнадзора Пенинградской области в рамках подготовки образовательных организаций к началу 2024-2025 года. Мы проводили на днях совещание, вы делали обстоятельный доклад. Я ставил задачу отработать по устранению замечаний. Светлана Сергеевна, доложите, пожалуйста. Алексей Сергеевич, мы отработали вместе с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области и муниципальными образованиями. Было несколько моментов. Первое. Не были представлены отчеты в адрес Управления Роспотребнадзора и шестью муниципалитетами. На сегодняшний момент все отчеты представлены. Были предписания, выданы 66 предписаний. На сегодняшний момент у нас 9 предписаний не исполнено. Из этих 9, 1 сейчас находится в стадии исполнения и завершения. И остается 8 неисполненных предписаний, которые мы просим, ходатайствуем перед Управлением Роспотребнадзора перенести на следующий год. Они позволяют нам начать учебный год. Соответствующие условия созданы в школах Калининградской области. По 8 мы просим продлить пока срок на следующий календарный период. В ряде муниципальных образований продление срока исполнения предписаний связано в первую очередь с несостоявшимися конкурсными процедурами на капитальный ремонт, несовершенством смет, которые были составлены. Но косметические ремонты всех внутренних помещений проведены либо находятся в завершающей стадии. И до 1 сентября они смогут принять наших ребят без каких бы то ни было ограничений. Также были вопросы, связанные с подвозом. Я вам докладывала, что было 43 вакансии водителей школьных автобусов на сегодняшний момент администрациями муниципальных образований количество вакансий снизилось до 35. Проведена корректировка режима работы сотрудников и движения школьных автобусов. Привлечены водители, которые имеют категорию B из числа механиков, которые работали в муниципальных организациях. И также заключен ряд договоров, временных договоров на исполнение этих перевозок. В части медицинской помощи я говорила о том, что в 110 школах из 168 у нас созданы медицинские кабинеты, которые имеют соответствующие лицензии. И в 58 школах осуществляется медицинское обслуживание на базе фельдшерско-акушерских пунктов на основании договоров, которые есть. Все договора про инвентаризированные, они имеют место быть, школы, в которые обслуживаются ФАПами. В них на сегодняшний момент обучается от 40 до 75 детей, то есть это малокомплектные школы. С Министерством здравоохранения мы согласовали график работы медицинских сотрудников в соответствии с требованиями организации учебного процесса. Я имею в виду утренний фильтр и то время, когда ребята будут находиться в классе. Все сотрудники выверены. Надеемся, что и старт, и работа школы в обычном режиме будут проходить штатно. У меня все. Спасибо. Спасибо. Елена Анатольевна, пожалуйста. В дополнение, единственное, я хочу обратить внимание на две школы, которые, по нашему мнению, не имеют таких достаточно больших финансовых затрат, не требуют больших финансовых затрат для устранения нарушений санитарного законодательства. А вот социальное отношение к этому, наверное, оно сильное. Потому что меня волнует 19-я школа города Калининграда и гвардейская школа номер 2, это ремонт туалетных туалетов и оборудование туалетов кабинами. То есть по 19-й школе мы не можем говорить о продлении ходатайства, о продлении сроков исполнения предписания, потому что это уже продлевалось. А по гвардейскому району подано ходатайство о продлении срока исполнения предписания до зимних каникул. Надеются, что только в зимние каникулы они смогут привести туалет в надлежащее состояние. Вот на два этих предписания, конечно, должно быть, по нашему мнению, уделено самое такое пристальное внимание, потому что сразу жалобы от родителей по отсутствию дверей в кабинках, это, конечно, на наш взгляд, недопустимо. Алексей Сергеевич, Елена Анатольевна, разрешите добавить, по 19-й школе мы заключили уже договор, до 15-го, 9-го кабинки будут установлены. Я представлю лично и фотографии, и фактуру. По 2-й школе гвардейском мы отработаем в период осенних каникул, ну, основное замечание, которое есть, и уже в конце декабря и за январские каникулы исправим оставшуюся работу. Хорошо, Елена Анатольевна, принимается? Все, тогда, Елена Анатольевна, на контроль, и вообще всем главным муниципалитетам взять личный контроль, проехать, все проверить. У нас 28-го основной доклад по готовности, правильно, с учетом тех замечаний, которые мы на совещании, и с учетом того, что сегодня обсудили, тогда жду от вас обстоятельный доклад с устранением тех замечаний, которые мы выявили. Есть какие-то вопросы, нет? Помощь какая-то нужна от меня? Нет? Ну, хорошо, тогда 28-го заслушаем. Так, переходим к следующему вопросу о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Калининградской области к отопительному сезону 2024-2025 года. Сергей Валерьевич, у нас, пожалуйста. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2024-2025 года проистрием Калининградской области принятое распоряжение 207 РП от 21 июня 2024 года о подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы в Калининградской области к отопительному периоду, которым определены сроки разработки и реализации планов мероприятий по подготовке к очередному отопительному сезону жилфонда объектов социальной сферы теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, полномочия ответственных лиц по выполнению мероприятий, направленных на формирование необходимых запасов топлива. В настоящее время теплооснабжающие предприятия проводят ремонты коммунальных объектов и жилищного фонда в соответствии с разработанными планами и графиками по каждому муниципальному образованию. Необходимо подготовить 277 теплоисточников, 250 центральных тепловых пунктов и 762 км тепловых сетей. Для контроля за проведением ремонта работ на объектах ЖКХ к предстоящему отопительному сезону в муниципальных образованиях Калининградской области созданы межведомственные комиссии. На сегодняшний день предприятия и организации всех форм собственности продолжают выполнение запланированных мероприятий по ремонту котельного оборудования центральных тепловых пунктов тепловых и водопроводных сетей. По состоянию на 14 августа текущего года в целом по области жилфонд подготовлен на 86%, котельные 78,9%, теплосети 77,4%, сети водопровода 96,7%. В целом выше уровня показателя готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону в аналогичный период прошлого года. Высокий уровень подготовки объектов ЖКХ в муниципальных образованиях Зеленоградский, Мамоновский, Озерский, Правдинский, Славский округа. Необходимо нарастить темпы по подготовке в немоскремонтарном городском округе. Министерством совместно с государственным казенным учреждением Калининградской области «Центр Торогово» организована работа по проведению совместных закупок на поставку каменного угля для нуждей по снабжающих предприятий и организаций социальной сферы в муниципальных образованиях. 29 июля текущего года проведена аукцион на поставку каменного угля для нуждей по снабжающих предприятий и организаций социальной сферы в муниципальных образованиях Калининградской области в рамках федерального Закона номер 44 ФЗ в объеме 17,9 тысяч тонн победителем признана общество с ограниченной ответственностью Промснаб. В настоящее время подготовлена документация на закупку угля для обеспечения отопительного сезона в муниципальных образованиях в рамках федерального закона 223 ФЗ в объеме 44,5 тысяч тонн. Я надеюсь, что сегодня мы все-таки закупку разместим. Вчера уже все окончательные замечания сняли, сегодня выходим на размещение. В муниципальном предприятии Калининград Теплосеть объявлены торгами на закупку 14 тысяч тонн каменного угля на срок подачи 15 августа. На сегодняшний день на территории Калининградской области созданы запасы каменного угля в объеме более 10 тысяч тонн. Плюс те динамичные партии, которые сейчас поставляются на территории Калининградской области поставщикам, дают все основания полагать, что до начала отопительного сезона запасы по топливу у нас будут сформированы на более чем 100%. Согласно правилам оценки, готовность к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ за номером 103, должны оформить и получить паспорта готовности теплооснабжающей организации до 1 ноября, муниципальное образование до 15 ноября. Органы Министерства управления Калининградской области созданы межведомственные комиссии с участием представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора. Мероприятие по проверке готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду проводится в соответствии с утвержденным Ростехнадзорным графиком, которые согласованы с муниципальными образованиями. В настоящее время проверено 10 теплооснабжающих организаций, выявлено ряд замечаний, которые снимаются. Министерством строительства регулярно проводится рабочее совещание с главой муниципальных образований по вопросам подготовки к отопительному сезону, в том числе с участием представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора. На видеоконференц-связи 13 августа под моим руководством был рассмотрен ход подготовки к отопительному сезону и итоги проверок теплооснабжающих организаций. По итогам совещания главам поручено взять на лишний контроль исполнения предписаний выданных Ростехнадзором по результатам проверок и устранить замечания до начала отопительного сезона. Основные замечания, которые выявляет управление, касаются наличия и оформления документов, необходимого для получения актов готовности. По некоторым предприятиям отсутствуют заключенные договоры на поставку топлива, документы, подтверждающие обучение персонала, наличие проверенных приборов и так далее. В настоящее время все эти мероприятия выполняются в соответствии с планами. Спасибо за внимание. Спасибо. Второй слайд поставьте, пожалуйста. Третий получается. Да, вот я вижу у вас в таблице, здесь три муниципалитета, Багратионовский, Неменский и Интерный. Красным цветом выделены, это отстают от планов, я правильно понимаю? Да, в прошлом году процент готовности по теме муниципальным образованиям был выше, в этом году ниже. Мы их рассмотрели, с Ростехнадзором проговорили, они также в планах графиках. По большому счету в 90% это документальное устранение замечаний. Ну давайте послушаем, Андрей Игоревич, Немен, пожалуйста, какие есть сложности? Добрый день, уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые участники совещания. У нас вопросы следующие. У нас семь котельных на территории муниципального округа, из них пять готовы. По двум котельным замечания по котельным поселка Лесноугольная котельная, там осталось сделать небольшой косметический ремонт, покрасить. Это мы делаем каждый год. И промышленная котельная, на ней осталось сделать чистку подогревателей сетевой воды. Это мы делаем тоже каждый год, к концу августа. Поэтому такие вот два, даже не замечания, а два действия, которые осталось сделать по котельным. Дальше. По тепловым сетям. У нас сегодня в городе Немене состоится приемка стадиона, освобождается строительная техника. И мы в течение недели переложим в одном месте тепловые сети. Соответственно, с тепловыми сетями вопрос тоже будет решен. По жилищному фонду готовность на сегодняшний день 74%. И у нас абсолютно те же самые, что и несколько лет подряд уже управляющие компании. Соответственно, до конца августа уже весь жилищный фонд, как всегда, у нас будет готов. И хочу еще от себя добавить, что с 2018 года, по сегодняшний день, муниципальное образование получает 6 лет подряд паспорта к готовности. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что к отопительному сезону мы подойдем с готовностью на 100%. Хорошо, принято. Значит, Азов Максим Ильич, пожалуйста, у вас. Добрый день, Алексей Сергеевич. Добрый день, участники совещания. Подготовка к отопительному сезону у нас ведется с мая месяца, согласно постановлению администрации. По данному постановлению в комиссию включены представители Ростехнадзора, администрации всех муков. На сегодняшний день к отопительному сезону объекты жилищной инфраструктуры готовы на 82%, готовность теплосетей 93%, готовность котельных 73%. Почему немного меньше, чем обычно у нас готовность котельных? Мы в этом году взяли на себя подготовку котельных всех соцобъектов, дополнительно нашим мупам, чтобы не перезагружать наши школы, домокультуры. В одном домокультуры переходим на газовую котельную. Сейчас работы закончены, ведутся оформления документов. Нормативный запас топлива на котельных на начало отопительного сезона сформирован в количестве 1600 тонн, поэтому рисков по подготовке отопительного сезона мы не видим. Все работы ведутся в срок, все торги проведены, работы проходят. Спасибо, доклад. Хорошо, принято. Андрей Васильевич, Костин, пожалуйста. Добрый день, Алексей Сергеевич, добрый день, коллеги. Докладываю заместитель главы администрации интерного городского округа Костин Андрей Васильевич. В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2024-2025 годов, согласно ранее утвержденному плану, у нас период с 12 по 23 августа временно выведена из эксплуатации к отдельной. Сейчас на ней проводятся ремонтные работы. Финансовое и техническое обеспечение в полном объеме есть, поэтому к 23 августа все ремонтные работы на газовой котельной будут завершены. В рамках подготовки жилищного фонда на текущий момент процент готовности составляет 60%. В настоящее время проводится текущий ремонт крови, косметический ремонт подъездов, заделка швов на фасадах. Социальные объекты также готовности составляют порядка 60%. Планируемый срок завершения работы и подготовки жилищного фонда социальных объектов к 11 сентября. С учетом ранее полученных паспортов готовности, угроз срыва сроков подготовки к отопить на зимний период, ресурсоснабжающие организации наши и муниципалитетам в настоящее время нет. Доклад закончен. У вас по котельным 30%? Да. В настоящее время ремонтные работы проводятся временно выведены из эксплуатации. К 23 сентября все ремонтные работы на котельной будут завершены. Ну хорошо, услышал. Все, значит, тогда на контроль. Ирина Ивановна, вас очень хочу послушать. У вас тоже процент по котельным 73,3, по теплосетям 67,7, но вы почему-то красным цветом не выделены на слайде, но это даже меньше, чем по Градионовском районе. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, действительно, мы являемся, что Калининград теплосеть является крупнейшим предприятием. Естественно, самое большое количество источников теплоснабжения и самая длительная, и самая большая протяженность тепловых сетей. Мы планово введем наши работы и рисков получения паспорта готовности нет. Значит, все работы будут выполнены. Я точно так же своей коллеге могу сказать, что все предыдущие годы город Калининград был первым муниципалитетом, который получал паспорт готовности. Уголь мы уже законтрактовали, торги состоялись вчера, понижение по контракту было на 1%. Уголь мы законтрактовали 14 тысяч тонн, у РУС трансгрупп, поэтому город Калининград ведет планную подготовку к зиме, и мы ее выполним. Алексей Сергеевич, у нас по прошлому году был исторический показатель для Калининградской области, в принципе, потому что все муниципальные образования, но за исключением Балтийска, по понятным причинам, потому что там есть источник теплоснабжения 33-го СРЗ. Мы у коллег свои мероприятия, но так как они входят в схему теплоснабжения, есть то замечание, которое неустранимо в 33-м СРЗ, поэтому исторически в прошлом году у нас были получены все паспорта готовности на все муниципальные образования, такого, не знаю, там, наверное, не было никогда. А может быть и было, конечно, много-много лет тому назад, но вот за последние 7-8 лет это был самый высокий показатель, поэтому мы в этом году у нас любое отклонение минимальное там в проценте сразу дает муниципальное образование в красную зону. Будем стремиться также в этом году выйти на показатель прошлого года на максимальный уровень. Хорошо, принято. Значит, у меня еще отдельный вопрос касаемо, понятно, что необходимо всем коллеге и главам взять на особый контроль старт утопительного сезона. В первую очередь мы, конечно, думаем о тех, кто пользуется центральным отоплением, я именно в этой работе, которую вы сейчас доложили. Но важно проконтролировать отдельное село, где осуществляется отопление за счет, в том числе, угля, но и при посещении муниципалитетов ко мне обращаются с вопросом, в том числе, там, где необходимы дрова. Это, значит, я имею в виду прямо конкретные домохозяйства, да, то есть есть проблемы, связанные с доступностью и ценой дров для этих домохозяйств. Тоже нельзя, так сказать, обделить вниманием. Васюнина просила разобраться, да, с этим вопросом. Значит, прошу тоже этот вопрос взять на контроль, мне тогда доложить. Следующий доклад тогда у нас в сентябре будет, правильно? Хорошо. В сентябре тогда, с учетом всех сегодняшних замечаний, я так понимаю, готовность на 100% у нас должна быть в сентябре месяце. Значит, у нас, в принципе, до 15 ноября могут муниципальные образования устранять все замечания. Мы начинаем отопительный сезон, но у муниципальных образований есть еще время на устранение замечаний. Поэтому срез по паспортам с Ростехнадзором будем проводить после 15 ноября. По готовности, да, в сентябре будет еще один доклад. Тогда отдельно ставим доклад на оперативную свечку по готовности, уже после того, как все замечания будут устранены. Хорошо. Значит, еще два раза послушаем вопрос по готовности. Хорошо, принимайте. Так, вопросы есть, коллеги? Предложения? Да, пожалуйста. Алексей Сергеевич, предложение есть по дровам. Смотрите, у нас очень много различных работ ведется, когда предполагается вырубка зеленых насаждений. Мы получаем компенсацию за них, да, но сами вырубленные деревья, часто там по дорожным работам, вот сейчас у нас в Корнево предполагается, да, большое строительство, вы знаете, объекта. Сами деревья потом остаются, и они передаются, насколько я знаю, в другие структуры, и не всегда это деловая древесина. Вот в данном случае можно было бы их использовать и фактически, ну как минимум, раздавать семьям участников СВО бесплатно, что мы делаем, и, возможно, там каким-то малоимущим гражданам. Просто там сложная процедура, если есть возможность, может быть, ее как-то подкорректировать. Да, пожалуйста. Уважаемый Алексей Сергеевич, Максим Юрьевич, предложение ваше абсолютно имеет место быть. У нас на самом деле есть по итогам компенсационного озеленения и вырубки деревьев, по крайней мере придорожных, возможность передачи их в муниципальное образование. И здесь у нас существует, что мы уже и делаем, на примере города Калининграда, поэтому я всех глав муниципальных образований предлагаю обращаться в министерство по потребностям, которые вам необходимы. Здесь ровно у нас два варианта развития ситуации. Первый вариант. Вы непосредственно в порубочном билете можете уже указывать, как это делали ранее, получателя остаточных, условно говоря, остатков древесины, которые образуются по итогам спиливания придорожных деревьев. Такая практика существовала, она имеет место быть, поэтому в порубочном билете могут быть указаны ваши бани и те непосредственные учреждения, которые будут получателями. Механизм передачи отлажен. Мы производим оценку этих деревьев, которые были спилены во время проведения работ по реконструкции или капитальному ремонту дорог. И, соответственно, по акту прямой передачи с уровня на уровень их передаем в муниципальное образование. Обращайтесь, есть в наличии. Пожалуйста, готовы оказать всяческую помощь и передать данные имущества в муниципальное образование. Спасибо. И глава муниципалитетов, коллеги, я практически все уже посетил муниципалитет, у меня один остался муниципалитет, который я завтра посещаю, в Славске. Еще раз, после моих посещений, все обращения, которые были связаны, в том числе с доступностью дров и их ценой, отработать совместно с Евгением Алексеевым, возьмите на контроль, мне доложить до 1 сентября. Все, принято. Есть еще вопросы? Нет. Так, переходим тогда к следующему вопросу об итогах посевной уборочной кампании в Калининградской области в 2024 году. Иванов Артем Игоревич, пожалуйста. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, осенью 2023 года, под урожай 2024 года, было посеяно 145,5 тысяч гектаров азимых зерновых культур и азимового рапса. В период перезимовки на переуложненных почвах погибло 3,5 тысячи гектаров. Яровой сев проведен на площади 99 тысяч гектаров и стал заключительным этапом посевной кампании под урожай текущего года. По итогам ярового сева и азимового сева прошлого года, а также с учетом переходящей площади многолетних трав посева прошлых лет, вся посевная площадь под урожай 2024 года в хозяйствах всех категорий составила 308 тысяч 200 гектаров. Несмотря на сложные погодные условия и увеличение логистических затрат и рост цен на материально-технические ресурсы, хозяйство области увеличили посевную площадь в текущем году на 4,5 тысячи гектаров. Современная структура посевной площади у нас сформирована в соответствии с конъюнктурой экспортного и регионального потребительских рынков, активным развитием отрасли животноводства. Что касается удобрений, для проведения полевых работ на территории области ввозится дизельное топливо, минеральное удобрение, семена высших репродукций, средства защиты растений, запасные части для сельхоз и техники оборудования. Урожай у нас напрямую зависит от объемов применения минеральных удобрений, поэтому их своевременная поставка на территорию региона остается нашей первостепенной задачей. Для проведения весенних полевых работ требовалось 88 тысяч тонн минеральных удобрений, потребность которых была закрыта полностью. В связи с высокой загруженностью паромного флота в пиковый период доставки минеральных удобрений с декабря по марте текущего года у нас были определенные сложности за доставкой, вместе с тем, благодаря оперативной работе с Министерством сельскохозяйства Российской Федерации и правительству Калининградской области удалось стабилизировать эту ситуацию и обеспечить и закрыть потребность удобрений полностью. Что касается озимых работ, не видим никаких рисков по удобрениям, держим ситуацию на контроле, постоянно на связи с поставщиками и с потребителями, поэтому думаю, что все будет в порядке. Зерновые культуры. В Калининградской области продолжается активная фаза уборочной кампании. В состоянии на 14 августа текущего года обмолочено 70 тысяч гектаров или 54% посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 411 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе. При средней урожайности 59,2 гектара. Урожайность у нас сейчас на уровне прошлого года. Ожидаемый прогнозный сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составит 700 тысяч тонн зерна, что будет выше прошлого года на 4%. Полученный объем зерна позволит полностью покрыть внутрирегиональную потребность. Она у нас составит 396 тысяч тонн. Животноводство 311 тысяч тонн на муку и крупу 61 тысяча тонн. И также мы сможем реализовать профицитный остаток за пределы области. Это 304 тысячи тонн. Что касается масличных, на 14 августа текущего года убрано 62% посевной площади масличных культур или 51 тысяча гектаров. Основной культурой в масличном клине является азимый рапс, посевная площадь которого в этом году увеличилась на 4000 гектаров к уровню 2023 года. Валовый сбор рапсов первоначально при ходовом в весе составил 169 тысяч тонн, средняя урожайность 33,5 центра на гектаре. Стоит отметить отдельно сою, стратегически важную культуру для региона. В 2024 году площадь этой культуры увеличилась на 3000 гектаров, составила 26,5 тысяч гектаров. К уборке этой культуры приступим в сентябре. Для обеспечения отрасли животноводства на зимний период продолжается заготовка кормов. По оперативным данным заготовлено 302 тысячи тонн сенажа, 25 тысяч тонн сена, 17 тысяч тонн салома. В сентябре приступим к заготовке кукурузного силоса. Это основной компонент сочных кормов для молочного скотоводства. Итого дефицита кормов не ожидаем. В товаропроизводящих хозяйств ведется уборка раннего картофеля. Уборка на хранение начнется в сентябре. По состоянию на 14 августа убрано 3% посевной площади, или 109 гектаров. Вся посевная площадь у нас почти 4000 гектаров под картофель. Валовый сбор сейчас составил 2,8 тысяч тонн. Средняя урожайность 256 центнеров с гектара. Это плюс 127% к уровню 2023 года. Во всех категориях хозяйств прогнозируем получить 160 тысяч тонн картофеля для обеспечения личной потребности населения, а также сырья для перерабатывающего предприятия группы компании «Атлантиз». В хозяйствах всех категорий весной текущего года посеяно 2474 гектара овощей открытого грунта. В хозяйствах товаропроизводителей немного сократилась у нас посевная площадь и составила 1118 гектаров. В настоящее время ведется уборка ранней и средней группы овощных культур открытого грунта, не предназначенных на хранение. Это зеленые культуры, кабачки, свекла, морковь, капуста, помидоры, огурцы. Собрано сейчас 3000 тонн овощей, что в три раза больше уровня прошлого года. Для формирования запасов на внесезонный период уборка борщевого набора начнется позже, в сентябре и продолжится до октября. По итогам года в хозяйствах всех категорий планируем получить 51 тысячу тонн овощей из закрытого грунта, в том числе 31 тысяча тонн в товаропроизводящих хозяйствах. Общая площадь закрытого грунта в хозяйствах всех категорий – 252 гектара, в том числе в хозяйствах производителей 27 гектаров, из них круглогодичного использования 12,5 гектаров. На текущую дату в закрытом грунте товаропроизводящих хозяйств собрали 3257 тонн, пока это 87% к уровню прошлого года. Азимы сев. Одновременно с уборочной кампанией начался сев азимых культур, под урожай 25-го уже года. Под урожай 25-го года мы планируем посеять 142 тысячи гектаров. Посевная кампания продлится до октября. На текущую дату посеяно 12 тысяч гектаров азимого рапса. Дизельным топливом с семенами для проведения азимого сева хозяйства обеспечены полностью, минеральными удобрениями на 42%. Поставка удобрений продолжается. В целом уборочная кампания азимой сев ведется организованно в штатном режиме. Благоприятная погода и темпы работ дают уверенность, что полевые работы закончатся в оптимальные сроки. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Артем Игоревич. Еще раз хочу обратить внимание, у Вас на слайде были данные по стоимости удобрений разными видами доставки. Самый дешевый вид доставки – это паром. Еще раз обращаю внимание, коллеги, смотрите, мы сейчас достаточно активно работаем по самообеспечению себя овощной группой и в том числе другими товарами привозными, что пока еще не выращиваем. Вы тоже также следите внимательно за тем, как растет цена на удобрения минеральные с точки зрения логистических составляющих. И Вы должны точно с Александром Семеновичем быть на связи в отношении стоимости их по парому. Хорошо. Это отражается в том числе и на стоимости продуктов, которые к нам залозятся. Мы сейчас в рабочей группе заканчиваем нашу работу по тем товарам, по которым основные значимые для нашего населения. Вероника, какие у нас результаты? Коротко. Уже сегодня у СПАРа появятся новые голубые ценники на ряд товаров. На яйца уже больше недели голубой ценник с фиксированной ценой. Ожидаем, что сегодня на 11 наименований товаров будут такие фиксированные ценники. Пятерочка тоже печатает ценники. В понедельник они должны появиться в сети. Ну и дальше ожидаем, что к этой акции присоединятся и другие наши торговые сети. Кантмаркет, Юмаркет и так далее. И они тоже зафиксируют цену на ряд товаров, которые наибольшим спросом пользуются у населения. И так называемые социально значимые товары, это отдельные категории макаронок, круп, сахар, соль. На них по отдельным позициям будет фиксирована цена. Спасибо. То есть мы в магазинах видим это в виде голубых ценников, правильно? Изменения. Контролируйте по цепочке так, как мы с вами договорились. И на следующей неделе нам надо провести рабочую группу. Давайте пока мы не выйдем на стабильные цены, будем проводить раз в неделю, раз в две недели с нашими производителями и с сетями. Так, Артем Игоревич, я предлагаю с учетом вашего доклада провести по итогу уборочной кампании встречу с сельхозпроизводителями и обсудить с ними основные итоги уборочной кампании. Давайте через две недели. Вы определите, да, то, чтобы мы где-то, наверное, либо конец августа, либо первой недели с сентября. Ну, давайте в рамках аграрного совета. Хорошо. Да, пожалуйста. Уважаемый Артем Игоревич, я хотела бы, чтобы на этом аграрном совете вы подняли еще раз вопрос о необходимости примыканий и обустройства технических съездов к региональным и муниципальным дорогам. У нас школьный сезон, как сегодня уже Светлана Сергеевна докладывала, не за горами. И с точки зрения обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, связанных с уборочной пассивной кампанией и выездом на проезжую часть, я прошу еще раз проконтролировать и сельхозпроизводителям довести до сведения о необходимости проводить те мероприятия, которые им предписаны в рамках технических условий. Как-то помывка колес и так далее, все то, что предусмотрено. И обратите внимание о том, что из 12 выданных технических условий на примыкание и обустройство соответствующих примыканий выездов на региональной дороге произведено мероприятие по двум. Если эта ситуация у нас не изменится, мы будем вынуждены ликвидировать существующие незаконные примыкания, что создает препятствия для выполнения мероприятий по уборочной пассивной кампании. Но я еще раз акцентирую внимание, это не только вопрос о сохранении в нормативном содержании автомобильных дорог на территории региона, но и безопасность дорожного движения. Спасибо. Спасибо. Важное замечание. Хотим еще тогда проконтролировать хорошо. Есть вопросы? Предложения какие-то? Переходим к следующему вопросу. Тогда о работе органов исполнительной власти Калининградской области и администрации муниципальных образований Калининградской области с обращениями, которые поступили через социальные сети. В мой адрес, пожалуйста, Росарская Кристина Сергеевна, исполняющая обязанности руководителя Центра управления регионом Калининградской области. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые участники оперативного совещания. За период с 15 июля по 15 августа через систему инцидент-менеджмент со страницы временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области в социальной сети ВКонтакте и чат-боте Телеграм поступило 4757 сообщений от жителей, что на 1868 больше, чем за предыдущий месяц. На 2487 сообщений с конкретными вопросами и проблемами были даны ответы. За отчетный период наибольшее количество сообщений поступило по теме дорог. Чаще всего пользователи соцсетей жаловались на качество дорожного покрытия и состояние тротуаров, интересовались сроками их ремонта. В топе острых проблем жителей остается тема ЖКХ. За прошедший месяц количество жалоб, связанных с ситуативными и длящимися коммунальными проблемами, продолжало расти. Как правило, люди писали о перебоях водоснабжения, не надлежащем качестве воды и содержании многоквартирных домов. Кроме того, жители интересовали вопросы в сферах экологии, здравоохранения и благоустройства. По итогам мониторинга Центром управления региона проведена оценка работы органов исполнительной власти и администрации муниципальных образований с сообщениями пользователей в социальных сетях. Напомню, критериями качественной работы являются полнота ответов, включая указания сроков, этапов и принимаемых мер по решению проблемы, отсутствие формализма, неуместных уточнений, шаблонных фраз, фактических и грамматических ошибок, недостоверная информация, а также соблюдение установленных сроков публикации ответов. Неисполнение указанных критериев выделено на слайде красным. Рекомендуем улучшить качество ответов и исключить просрочки Министерству природных ресурсов и экологии, Министерству здравоохранения, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Агентству по имуществу, Службе ветеринарии. Также необходимо улучшить качество ответов Министерству градостроительной политики, Агентству мелиораций и исключить просрочки всем остальным органам исполнительной власти. Как видно из представленной информации, администрациям большинства муниципальных образований необходимо продолжить работу по улучшению качества ответов и обратить особое внимание на соблюдение установленных сроков их подготовки. Напомню, сегодня время первичной реакции на обращение должно составлять не более трех часов. На семинаре по обратной связи в июле и сегодня вы, Алексей Сергеевич, обратили внимание на необходимость выстраивания качественной работы с сообщениями жителей и обозначали требования, которым должны соответствовать ответы. В связи с этим обращаем внимание коллег на необходимость усилить эту работу и исправить те недочеты, которые сейчас встречаются. ЦУР продолжит информировать ответственных исполнителей в органах власти о выявленных замечаниях, а также всегда готов оказать методическую поддержку и ответить на все возникающие вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, еще раз. Эта работа специально мною инициирована. Мы с вами вроде семинар провели, но есть вопросы. Я понимаю, что вам нужно время для того, чтобы привести все в соответствующее состояние, но хочу вам сразу сказать, что статистику, которую мы будем вам показывать и аналитику, которую вы сегодня видите, мы раз в неделю будем ее вам предоставлять. Мы ее подводим раз в неделю. Но это не значит, что если вы ответили, то вопрос решен. Я обращаюсь сейчас к главам муниципалитетов и коллеге к вам, к моим заместителям, министрам. У вас личная ответственность за каждое обращение, связанное в вашей части. Я сам читаю ответы, мне приносят, я смотрю раз в неделю, читаю ответы, которые даются. Существенно лучше, могу отметить, стало качество ответов. Но по ряду обращений вы там поручаете, припоручаете своим специалистам. Если вы поручаете своим специалистам и доверяете им в отношении этого ответа, то значит они должны быть качественно доведены до конца. И результатом является не просто формальный ответ, а решение вопроса для конкретного противошествия жителей. У меня двойная система контроля сейчас в этой части. Первая через Центр управления регионов, который специально эту работу организовал. И вторая через Министерство контроля. Поэтому еще раз, коллеги, вернетеся сейчас на места, проведите работу со своими заместителями. О том, что эта работа конкретно лично для меня является одной из приоритетных. Ну и для вас она должна быть точно одной из приоритетных. Потому что это жители вашего муниципалитета. Значит, ну и плюс сразу скажу, что эти показатели, они войдут и в мотивацию моих заместителей. Значит, по результатам работы каждого месяца. Какие-то есть вопросы, предложения, может быть, в этой части? Все понятно, нет? Понятно, да? Да, есть, пожалуйста. Агентство по имуществу есть один короткий вопрос от агентства по имуществу. Кто осуществляет контроль за маршрутизацией этих сообщений? Потому что получение качественного ответа напрямую зависит от правильной маршрутизации. Вот кто осуществляет этот контроль? Что вы имеете в виду под маршрутизацией? Что обращение по системе инцидент-менеджмент, срок реакции на который составляет не более трех часов первичной, изначально направляется по корректному маршруту. Кому обращаться в случае, если это не так? Ну, в течение, например, 10-15 минут с момента его получения. Ну, вот Кристина Сергеевна находится здесь, вы с ней переговорите. Если у вас есть вопросы по маршрутизации, я почему сегодня именно начинаю подведение итогов, и мы это будем еженедельно делать, потому что ровно месяц мы оттачивали, чтобы правильный маршрут доходил до конкретного исполнителя, человека, который отвечает за решение этой задачи. И оценивать работу этого исполнителя мы тоже будем, в том числе, по этому фактору. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы в этом отношении, просто выясните. Мы там поправим, если маршрутизация идет не туда. Так, еще вопросы, пожалуйста. Нет, да? Хорошо. Коллеги, в заключение я хотел на что обратить внимание. Ну, прежде всего, сейчас идет формирование национальных проектов и их наполнение. Вы знаете, что особое внимание мы уделяем тому, чтобы не только за счет регионального бюджета, но и за счет федерального бюджета мы реализовывали ряд проектов. Это касается и школы, и, имеется в виду, социальные, и в том числе не социальные объекты. Поэтому всех заместителей, министров прошу еще раз взять на личный контроль. Значит, каждого прошу мне доложить отдельно по всем национальным проектам, в которые вы входите. Это будет также ключевой показатель эффективности вашей работы, как Калининградская область участвует в национальных проектах Российской Федерации. Ну, и показатели будут не только просто как, но и объемы нашего участия по отношению к другим регионам. Хорошо. Это очень важно для максимального привлечения денежных средств из федерального бюджета для развития нашего региона. Есть в этой части вопросы? Нет. Ну, и еще одно сообщение, коллеги, и членам правительства, и главам муниципалитетов. Я прошу проработать варианты поддержки по Курской области. Я с главой временно исполняющим обязанности на постоянной связи, Сергей Владимирович, вы на своде в этой работе. Понятно, мы обсуждаем там ряд вопросов, которые у него как раз сегодня в актуальности, но свяжитесь со своими коллегами из других министерств. Возможно, нужна какая-то поддержка, связанная там непосредственно у ваших коллег и главам муниципалитетов тоже. Посмотрите, какую поддержку можете оказать у Сергея Владимировича Елисеев на своде. Значит, мы раз в неделю также будем смотреть по тому, какая поддержка необходима и как мы в этом плане помогаем. Не оставайтесь в стороне. Хорошо? Все. Спасибо. Есть вопросы? Нет вопросов, да? Секундочку. Так, мы тогда открытую часть заканчиваем. Еще несколько вопросов в закрытой части. Продолжение следует... Продолжение следует...